Районы республики подводят итоги социально-экономического развития. Сегодня их обсуждали в Чебоксарском районе. За отчетный год бюджет перешагнул миллиардный рубеж. Доходы казны превысили расходы. Растут и инвестиции. О том, каким был 2013 год для жителей района, в следующем репортаже. Чебоксарский район, по сути, пригород-столица. На его территории компактно расположились и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. В прошлом году в реализацию крупных проектов вложено более миллиарда рублей. Создано почти 250 новых рабочих мест. Работа продолжится и в этом году. Но есть и проблема. По словам главы администрации, идет сокращение производства на некоторых предприятиях. На таком фоне трудно удерживать достойный уровень заработной платы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководителями данных предприятий удалось сохранить уровень средневечной заработной платы. Она составила 13 8300 рубля. Увеличить ее на 1,7% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году не сдал своих позиций завод «Электрощит». Его перед совещанием посетил премьер-министр Иван Моторин. Предприятие занимается изготовлением и поставкой серийного и несерийного электрооборудования. Еще одна серьезная тема – нехватка мест в детских садах. Ликвидировать очереди быстро не получается. Сейчас прорабатывается несколько вариантов решения проблемы, в том числе и возможность создания новых групп. Около 12 миллионов рублей вложено в ремонт и реконструкцию объектов образования. Обновлено технологическое оборудование в пищеблоках в пяти школах. В деревне Яныш идет строительство нового здания средней школы. В прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции составил почти 5 миллиардов рублей. Впервые в 2013-м из бюджета Чебоксарского района сельхозтоваропроизводителям выделено субсидии на возмещение части затраты на общую сумму 5 миллионов рублей с условием сохранения посевных площадей. Вопросов было много. Жители района интересовало и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, и создание культурно-досуговых центров. Задали вопросы по поводу возможного строительства высокоскоростной магистрали, которая должна пройти по территории Чебоксарского района. Это практически великая стройка, такая мощная, начнется, и я абсолютно уверен, будет построена. И тем самым, стыкуя федеральную трассу по автотранспорту, трассу по железнодорожному транспорту, в данном случае перевозка пассажиров, будет обсуждаться на федеральном уровне, на уровне района, на уровне республики. Все эти вопросы будут, я говорю, еще раз согласовывать с вами. Итоги подведены, задачи будущего года обозначены, а значит будет и развитие, ведь у района большой потенциал. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.